Давайте камеру сюда Паспорта ваши Паспорта вашей Удостоверение приведи Паспорта А тебе не надо видеть Паспорта сюда Паспорта ваши Сотрудники полиции, примите меры пожалуйста Примите меры пожалуйста к нему Пожалуйста Предоставьте свои документы Документы свои Там ничего не видно. Давайте, документы туда. Сотрудник ФСБ находится в состоянии управления. Да ладно! И что? Антох, там стоял BMW X5 какой-то. Мы сейчас до тут доедем, какой-то он подозрительный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Серый Вадим Юрьевич беспокоит дорожный контроль Ситуация следующая Он сейчас стоит на аварийках Он выясняет отношения по телефону с кем-то И скоро поедет Госномер и адрес сейчас могу назвать Хальзунова 66B Пусть экипаж где-нибудь станет неподалеку BMW X5 темно-серого цвета Цифры 002 я отсюда вижу Буквы не вижу 36 регион 36 У меня просто сбоку он находится Пока стоит, да Экипаж если где-то встанет В этом направлении То мы тогда сориентируем вас Хорошо, будем ждать Спасибо Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов И вы на канале общественного движения Дорожный контроль Мы занимаемся общественной деятельностью И оказываем квалифицированную юридическую помощь Скажи Антохе, он поехал Так, он поехал Так, он поехал В сторону птички В сторону Московского проспекта поехал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас проезжаем Где знак 40 по Хальзунова После птички Где школа Он готовый ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас Жукова перекресток На светофоре 448 Саратов Он вообще не палит все Едем, приближаемся к памятнику славы Приближаемся к памятнику славы Сейчас на светофоре На Хальзунову А60Б встали 448 Саратов Стоим на светофоре Сейчас поедем 48 Саратов Саратов Нет Он еле едет Вообще Отлично Сейчас значит расстегнет Он сейчас подъезжает Памятник Он в машине сидит Движение есть Сфиксирую его Что он увеличит Что он никаких напитков не употребляет Они могут смело сейчас подъезжать Держи его на прицеле Как говорится Беспрерывно Чтоб съемка была Что он сидит в тачке Ничего не употребляет Где они там экипаж Экипаж где там У нас беспрерывная съемка Вот видим люстры У нас беспрерывная съемка Все это он прям в кадре Крупным планом После остановки Никаких напитков не употреблял Так что смело может к ним подходить И мы сразу с инспекторами подойдем к нему Видеосъемка есть? Свидетель есть? Он сейчас стоит здесь Хорошо Куда они пролетели? Они пролетели только что Ага, вот назад возвращается Все, могут смело подходить Сейчас мы подходим Сейчас выйдут инспекторам Все, все отлично Спасибо большое за связь Ну вообще готовый Документы на автомобиле Да, не минуется Конечно Конечно Да, не минуется Сюда И кое-что В этом стихе Я не могу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, сегодня ночью был выявлен и оформлен... Ну, сейчас происходит оформление сотрудника ПСБ. Насколько я понимаю, он действующий майор. Сидит он вот в автомобиле сотрудника полиции. Вот он... Закрывает лицо. Все его ему вернули. Дорогие друзья, не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить палец вверх. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Ну и, конечно же, буду очень благодарен вам, если вы распространите этот сюжет максимальному кругу лиц. Понятых останавливаете, да? Да, да, да. Угу, понял. Я так... Какие у него вообще планы? Он будет здесь проходить или в медучреждении, или вообще откажется? Сейчас будет ему предложено. Предложено, понял. Пока как бы еще не общались на эту тему. Я хотел бы уточнить, так же, для понимания. Мы свидетели того, что он управлял транспортным средством. Есть все видеозаписи, все полностью имеется. Поэтому мы дадим следические показания, видео предоставим. Поэтому мы настаиваем на оформление данного гражданина-водителя, который, как выяснилось, еще и сотрудник ФСБ. Вы будете составлять административный материал, правильно я понимаю? Ну, составляю. Вы сейчас уже составляете. Я понял. Хорошо, мы будем здесь четко, под нашим, так скажем, наблюдением общественным, будем полностью контролировать весь процесс. И чтобы никто не ушел от ответственности. Скажите, пожалуйста, товарищ водитель, зачем вы употребляли алкоголь и напитки? Вы употребляли алкоголь и напитки? Не употребляли? А сильнейший запах алкоголя неустойчивый используется? Сейчас не исходит от вас запах алкоголя, нет? Сотрудник полиции, вы чувствуете запах алкоголя? Валерий Юрьевич, да, чувствую. Давайте сейчас. Я понял. Хорошо. Теперь понятые останавливаются для процедуры освидетельствования на месте. Абсолютно действует все в рамках правого поля. Все четко. Продолжение следует... Продолжение следует... В этом смысле, кот ехать сейчас еще? Нет. Ему будет предложено ваше преступление. Процесс такой. Значит, водитель, водитель Красников Игорь Николаевич управлял транспортным средством. В МВХ-5 имеется основание полагать, что данный водитель находится в состоянии опьянения. Значит, Красников Игорь Николаевич, вам сейчас предлагаю пройти медицинское освидетельство в присутствии двух понятых. Ведется, производится видеосъемка, вот, вам разъясняются, вам и понятым. Статья, значит, 51-я, Конституция РФ, никто не имеет права свидетельствовать против себя, своих близких. Также статья 25.1 КОП РФ, лицо в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения. Вправе знакомиться со всеми материалами... Со всем материалом дела заявлять ходатайство отвода, давать объяснение, предоставлять доказательства, пользоваться юридической помощью адвокатов, защитникам. Вам понятно, то, что вам сказали? Игорь Николаевич, вы медицинское... Вы освидетельцы, выходите, водите. Еще раз, как? Нет. Чтобы понятые прослушали, что ждут. Понятые, вы слышали? Подойдите к понятых поближе. В медицинское учреждение... Нет, здесь на месте, здесь на месте он... Медицинское учреждение, правильно? Понятые слышали? Просто сейчас еще раз, вот, в твое понятых, а он на месте отказывается? Или здесь будут продувать? А вот кто, уважаемый, извините. Что-что? Да я не у вас прошу. Я не у вас прошу. Пересправься, это самое. Медицинское учреждение, правильно? Нет, здесь. Не, не едет. Не едете, да? Нет. Отказывайтесь. А здесь? На месте будете проходить? На месте, да. На месте будете проходить? Да, да. Вообще красавчик. Супер. Так. Дай. Дорожку. Что за камера? Новая новшества? Бай. Держи, ну вот. Что вставлять надо. Так, запечатан. Угу. Понятые видели? Понятые, посмотрите. Мушку запечатанный. Все, убедились? Да, да, да. Угу. Угу. Будете проходить, да? Угу. Ну вот и нет. Дай ручку. В законе не написано, как у нас проходить. Уберите, пожалуйста, камеру. Что, что? Камеру уберите. Почему? А потому что в законе не написано правила прохождения. Что не написано в законе? Правила прохождения. Причем здесь моя камера? Она меня смущает. Смущает? А я снимаю действия сотрудников полиции. Мы не смущаетесь. Смущаетесь. На месте проходим освидетельствами, да? Конечно, конечно. Он на этом пахает. А ты что, брок? Да, я не смущаю. Так, все, мы штуку ставим. Жми старт. На. Смотрите, идет проверка воздуха. Берите камеру. Идет проверка воздуха. Все убрал. До звукового сигнала. Думаетесь. Да он не дует. Ну, мы просто вынужден будем от... Сильнее, сильнее. Сильнее, еще, еще. Еще, еще дует. Серьезно, как он губы зажал. Еще дует. Да не носом дует. Носом, носом дует. Ну, что, носом дует. Да, дует. 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 Сильнее. Не соблюдать рекомендации, как вам говорит сотрудник. Рекомендует. Будем вынуждены... Просто, если вы будете имитировать то, что вы дуете, будем вынуждены оформить отказ от прохождения медицинского судения. Я не отказываюсь. Я хочу медицинского судения. Вернее, мы будем вынуждены, что вы отказались на месте пройти от свидетельств. Нет, нет. Я не отказываюсь. Ни в коем случае. Тогда... Здесь... Следуйте рекомендациям сотрудника. Дуйте как-то. Будете дуть так. До звукового сигнала. Как вам говорят? Повтор нажимаю. Дуйте. Дуйте, дуйте. Еще, еще, еще. Еще, еще. Еще, еще. Дуйте. Понятые, идет анализ. Братить внимание. Ну, что-то невкусие. Ноль девятьсот шестьдесят два. Не знаю, не надо. При том, что ноль сто шестьдесят допустимое. Согласны с результатом? Не, не установлено. Не согласен. Не согласны? Едем на свидетельство. На медицинское, да? Да. Но дело с того, чтобы поймить, там такой же результат покажут. Я понимаю вас. И мы туда же вместе поедем. Все, грамм поговорить. Едем на свидетельство. Хорошо, не вопрос. Это ваше право абсолютно. Да. Вы едете с нами обязательно. Конечно, мы с нами. Обязательно. Обязательно. Тем более, вы сами настояли. Естественно. Мы обязательно, раз вы попросили, мы сто процентов поедем. Вы постоите, подождете, да? Нет, мы обязательно поедем, вы попросили, мы сто процентов поедем. Да, ну ваша просьба. Да, ну ваша просьба. А вы постоите, подождете. Конечно, мы обязательно поедем. Все, спасибо. Спасибо, что пригласили. Хорошо. Пожалуйста. Это капец вообще. Все. Все. Ну ничего, все. То есть на момент, чтобы поняты запомнили, что здесь он продул, показал результат, есть опьянение и его направили на медицинское свидетельствование. Он согласился, просто, чтобы вы помнили. Здесь он прошел на месте. С результатом не согласился. Да, пусть раз слышится. Вот. Результат выделили. Вот. С результатом он не согласился. То есть мы его повезем на медучреждение. Для того, чтобы установить то же самое. Здесь было просто свидетельство. Он не согласился на медицинское. Чего-чего? Что здесь оформлять. Чего-чего? Здесь оформлять. А отказаться? Вы отказываетесь от медицинского свидетельствования? Я уже освидетельствовал. Не, ну от медицинского не поедете? Так мне же все. Вы только что... Не, не, я понял. Вы просто сейчас не поедете никуда. Здесь уже сделали все. Да, ну на медицинское вас направляют. Здесь все сделали. Так на... Я в праве выбора. Да, все правильно. Так мы и спрашиваем. Вы юридически подковный человек? Да, вот скажите. Вот я выбираю. Я выбираю здесь. Все. То есть с результатом вы согласны, правильно? Смотрите, кто у тебя здесь первый вписан. С результатом согласны? Разбирайтесь. Вы здесь на месте согласны с результатом? Мне сотрудник сказал, чек выдал. Так. Все. Вы с результатом не согласились? Я не согласился. Тогда на медицинское поедете? На медицинское свидетельство. Поедете? Ну, как вы скажете. Такой порядок. Нет, это ваше право. Закон. Ваше право. Закон. Вот, да. Это вы выбираете. Что требует закон? Он дает вам право либо поехать, либо нет. Вы что выбираете? Я не выбираю прав. У меня есть сотрудник. Он мне говорит, да или нет. Так вот, что он вам говорит? Ехать вам или нет? Я пока ничего не спонял. У вас просто есть право. Вы выбираете, а не сотрудник за вас. Едете вы на свидетельство или нет? Согласны или не согласны? Вы просто скажите, чтобы никому, как говорится, тут нет. Сотрудник сам выберет. Выдали сотрудник. Я понял, хорошо. Согласен. Мы никто. Не звать нас никак. Мы просто поймали пьяного. И все нормально. Нам больше его не надо. Спрашиваем вас в присутствии понятых. Уточняем. Вы с показаниями приборов согласны? С показаниями приборов согласен. Настаиваю на медицинском освидетельстве. Значит, мы едем на медицинское освидетельство. Направление на медицинское освидетельство будете подписывать непосредственно? На месте. Но здесь подписывать направление будете на медицинское освидетельство? На месте. Чтобы повезти, вы должны подписать. Вы юридически неподходный человек. На месте. Чтобы поехать туда, вы должны подписать. На месте. Вы подписываете здесь на месте? Нет. А там что на месте? На месте там освидетельствоваться будете? Да. Да? Да. Соответственно, здесь подпишите. Да. Здесь подписывать ничего не будет. Так, чтобы вас туда отвезли, нужно подписать. Вы подпишите здесь направление на медицинское следствие? У вас есть юридическое образование? Абсолютно верно, есть. У вас есть? Есть. Ну, навряд ли. Нет, есть, я вам говорю. Оно очень плохое. Все, давайте, мы едем туда и все. Хорошо, мы услышим, самое главное, все. Да. Спасибо. Послушайте меня, уважаемый. Так. Я собираюсь сейчас освидетельствовать. Я понял. Правильно? А. Камеру берете? Так, объединю как. Так, ну ладно, с ней нехорошо. Я согласен со свидетельствами. Согласен с результатами? Конечно. То есть вы с удаленения? Я хочу подтвердить их медицински. А, вон оно что. Представляете? Вот это, руку можно вам пожать? Вот это калинкор, да? Можно руку пожать? О, нет. Нельзя? Вам нет. Блин, а я бы вам пожал, вы прям чистосердечное признание. Сейчас страшно. Я понял, явка с повинной, как говорится. Спасибо. Так, ко мне не выходи. Можете поговорить? Нет. Поговорить, просто поговорить. Поговорить на расстоянии. Говори. На расстоянии. Ну, я слушаю тебя. Я слушаю. По-человечески, можешь поговорить? По-человечески могу. Ну, увери камеру. Я, слушай, собираюсь лучше делать. Держи. Подожди, Лен, я всю жизнь боролся с терроризмом, с экстремизмом, блядь. Еб твою мать, вы что, ребят, делаете-то, блядь? Ну, нахуй я, блядь, в жопу свою, блядь, подставлял. Мне два ранения. Вы что, блядь, делаете-то, блядь? Вот скажи, пожалуйста, вот я тебе наливал и за руль сажал в пьяном состоянии, чтобы ты поехал. Вот тебе скажи. Не ты наливал, не ты наливал. Я понимаю, нет, я понимаю, что ты много... А ты знаешь, твою работу? Ты не знаешь, твою работу? У тебя, ну, ты какими-то хорошими делами не занимаешься. Вот ты поедешь, блядь, побухай, блядь, с мудаками, с ебаными. А потом из них информацию выбить, блядь, нахуй. А за руль-то зачем садиться? Братан, мне доехать был вон туда, блядь. Да, ёб твою мать. Послушай, ты понимаешь, в каком ты состоянии? Ты знаешь, что вообще могло случиться? Мы тебя даже, мы тебя даже взяли в коробочку, можно сказать. Спокойно ты ехал. А ты представляешь, что было бы, если бы ты, не дай бог, кого-нибудь врезался? А ты видел, что я спокойно ехал? Ты спокойно ехал, да. Я кого-нибудь трогал. Твое спокойствие знаешь, какое было? Ты не контролировал ситуацию, меня Вадим зовут. А знаешь, что у меня активист несколько лет назад погиб. В него на полном ходу влетел пьяный водитель. У меня нога поломана из-за того, что меня в пьяный водитель въебал. А сам ты пьяный, отца в сам пьяный ездишь. Уважаемый, можно прекратить дискуссию? У нас попросит вернуться к патрульному автомобилю. Для продолжения профессиональной... Я прошу прощения, сейчас мы придем, конечно. Зовите, пожалуйста. Прямо буквально, секунду. Дело в том, что ты пронесешь наказание в соответствии с законом. Ты много, может быть, и хорошего сделал, но это отношение к этой ситуации не имеет. У меня лично к тебе никакой неприязни нет. Ты совершил то, что не нужно делать. Вадим, я ничего не сделал плохого. Как ты? Ты к говну ехал. Я не ехал, ничего, вообще, абсолютно. Я стоял на машине. А, ну если ты еще, кто не хочет, на что-то стоял? Убери, я по камеру это. А, слушай, вот скажи, пожалуйста. Ты ехал, вот честно скажи? Нет. Паспорта вашей. Паспорта ваши сюда. Паспорта. Удостоверение приведи. Это что удостоверение? Паспорта. А тебе не надо видеть. Паспорта сюда. Какие паспорта? Паспорта вашей. Сотрудники полиции, примите меры, пожалуйста. Примите. Примите меры, пожалуйста, к нему. Так. Пожалуйста. Предоставьте свои документы. Документы свои. Там ничего не видно. Я ничего не... Так, покажи, что там... Ой. Ребята. Давайте. Документы сюда. Сотрудник ФСБ находится в состоянии алкогольного пьянения. Да ладно. И что? А я ничего не делаю. Давайте сюда документы. Проходите в патрульный автомобиль. Никто вам никаких документов не предоставит. Оснований для этого нет. Чего? Оснований для этого нет. Проходите в автомобиль. Какие патрульный автомобиль? Вас можно попросить? А я-то при чем? Я не водитель. Игорь Николаевич. Так, ребят. Давайте вот этой херней не будем заниматься. Хорошо? Все верно. Мы с вами абсолютно согласны. Присаживайтесь в патрульный автомобиль. Патрульный автомобиль. Че, паркован автомобиль был. Ты это все? Да, это вообще-то что-то сделал в шоке. Ведет себя, конечно, недостойно. Я знаю, что меня уволят. А мне осталось гулять до пенсии на полгода. Нормально? То, что я служил 20 лет, ты сейчас подвел итог, что не пизда. Ну, слушай, у нас были разные ситуации. Да я понимаю. Да я понимаю. Которые охуевшие ебать. Которые ездят там ксивые ебалок-то, блядь, суют нахуй, блядь. Я там, не я. Ну, а сейчас-то вот что, вот скажи, вот сейчас-то что нам делать? Зачем ты вот начал этот цирк нам-то давать удостоверение? Ты знаешь, нас, мы кого-то только не переловили. А что мне делать? Вы меня, блядь, ну, вы меня оставили вообще без всяких шансов, блядь. Что мне делать? Мы не у тебя... Я к вам по-нормальному подошел? Меня снимают. Послушай, ну, наша деятельность, мы общественное организация дорожной контроли. Да я понимаю. Мы занимаемся разными жоликов, блядь. Вы хоть подойдите ко мне, блядь, по-человечески, блядь. Я к вам по-человечески подойду. Почему такое отношение? Мы тебя не провоцировали ни на что. Мы ничего плохого не делали. Вообще ничего. Ты подошел поздороваться, кто же будет поздороваться, пообщаться. Мы с тобой отошли, пообщаться. Потом ты начал... Да, и этот Саид снимает меня. Ну, слушай, ну, его задача вот такая была, стоять и снимать. Я не дал всю камеру. Ничего здесь страшного, такого нет. У тебя в Катул оружие было что? Автомат? А у нас оружие. Ребят, мне в Катул, да хуя что, было? Да я тебя понимаю. Я понимаю, все, блядь. Я 20 лет служил в родине. Блядь, честно и справедливо я служил ей. У меня и награды есть, и все, блядь. Ну, просто, ну, так нелепо въебаться. Я сам не согласен. Я не согласен, я не согласен. Я не согласен с этой хуйнёй. И никогда, я всех, блядь, нахуй, от этого, блядь, отвергал, блядь. Ну, а что мне теперь делать? Вы меня, блядь, поставили в такой ситуации. Вот уже два экипажа. Я уже здесь вообще ничего не смогу сделать. День за то, что с нами никто никогда ничего не смогу сделать. Сотрудники здесь ни при чём. Сотрудники действуют. Вы меня вставите перед фактом. Но, к сожалению, это так. Но, к сожалению, мы, я лично про тебя ничего не имею. Ты, возможно, хороший человек. Так сложились обстоятельства. Ребята, и вы до хуя таких сотрудников ещё оцепите. Знаешь, почему? Потому что, блядь, к сожалению, наша работа, она заставляет нас пить. Ясно, ну, за руль-то зачем? Блядь, она за рулём заставляет пить. Ну, это же не задание какое-то. Я поняла. Нет, ты не знаешь об этом. Что вот если ты хочешь человека что-то выведать когда-то в свою жизнь. Надо выписать. А как ты? Да. Ты, блядь, я такой хороший. За руль-то не обязательно сажаться. Сажать самого себя за руль. Так он, если увидит, что ты за руль сел, он уважение. К тебе будет поискать. Даже так? Так разве уважение возникает? К сожалению, да. Я думаю, как они как-то тебе сел, да. В этой стране, да. Извини. Другой, возможно, нет. Мне очень жаль, ребята, что меня, блядь, сдали. И на самом деле нам жаль, что так получилось, но нам не жаль, что мы поймали пьяные водителя. Вот это вот самое главное. Вопросов нет. Ну, тут мне 100 метров нужно проехать. Ты, пожалуйста, выключи камеру, а, уважаемый. Ты, конечно, очень хорошо снимаешь. Молодец, всё. О, вообще супер. Убери камеру, пожалуйста. Ну, не надо, ради бога. Я не снимаю. Я не снимаю. Дайте сюда камеру, пожалуйста. Вы сами её сюда дайте. Почему? Потому что он снимает меня. Ну, я с вами... Я за сердце говорю, а вы мне, блядь, душу срёте. Это нормально. Это нормально. Где мы срали? Мы с тобой нормально общаемся. Мы тебя не провоцируем ничего. Спокойно, нормально общаемся. У нас... Мы публичные люди. Вадим, вы публичные люди. Всё, я с вами полностью согласен. Но я вам хочу сказать, что вы не правы. В чём? Ну, хотя бы вы должны вникнуть в эту проблему. Я вник... Я тебя понимаю. Вы сейчас пока со мной возились, вы пропустили... Знаете, сколько пьяных водителей? Ни одного здесь не пропустили. Ни одного пьяного водителя. Да хера вы пьяных водителей. Я не пьяный, а вы пропустили пьяных. Подожди, ты недавно сказал, что ты пьяный, а сейчас ты говоришь не пьяный. Ну, разве так можно? Ты водоплатил, да? Да, я водоплатил. Ладно, послушайте. Развели? Молодцы. Ну, хоть ты. Да молодцы. Охуенно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, дорогие друзья, медицинское свидетельствование лишь подтвердило его состояние опьянения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас время 6 часов утра, 30 августа 2020 года. Вот так вот мы потратили в час 58, ну, грубо говоря, в 2 часа он был задержан, так скажем, да? И время 6 утра. Вот столько потребовалось времени, чтобы оформить сотрудника ФСБ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас эвакуатор будет грузить данное транспортное средство на спецстоянку и в этой зоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вам нечего. А наши аудитории? Наши аудитории пожелают здоровья, счастья и все самое лучшее. Скажите, вы против пьянства за рулем? Конечно. Против. Это самое главное. Продолжение следует.